Добрый вечер, уважаемые дачники, садоводы, любители. Сегодня 7 мая, у нас выходной. Центральная Украина, климатическая зона 5Б. Для тех, кто иногда спрашивает, где я нахожусь, для каких условий я рассказываю это и сажаю. Ну вот, решила посадить, вернее, нашу долгожданные себе череночки Ливия и Велес. Я их прорастил и теперь буду сажать, сажаю возле еж, поскольку здесь корневая у еж, в основном поверхностная, горизонтальная. Виноградные кусты я сажаю не глубоко, поскольку у нас зимы мягкие, иногда бывает и 26, очень-очень редко бывает и минус 28, но тем не менее я глубоко не сажаю. Не заглубляю и катаровку не делаю. Для тех, кто не в теме, объясню, что такое катаровка. Катаровка это поверхностные растяные корни, те, которые в верхнем ярусе растут, питаются, высасывают, они корешки тоже сосущие, они питаются влагой. Когда вот роса выпадает утром или дождь слабенький прошел или хороший, но промочил землю не очень глубоко, 25-20 сантиметров. Вот этим питаются растяные корни, те, которые проходят с плодородной верхней почвы немножко вниз. Ну, поскольку я немножко поторопился, разрезал, так и так, делаем заправку на несколько лет вперед до этого куста. Это куст сильно рослый, я бросаю сюда подстилку из курятины. Здесь у меня две части для двух кустов, одну часть. Все, я высыпал. Это будет подстилка. Теперь Это свежая курятина, а это перепревший конский навоз. Его я буду сыпать слоями и перемешивать с землей. Я сюда, не буду сильно подробно останавливаться на этой теме, верхняя земля, нижняя земля, я сюда наверх насыпал вот этой вот верхней земли, без бульяна, как можно меньше. То есть она относительно питательная. Чем она питательна? Органическими веществами. Трава имеет свойство, как вы знаете, весной вырастать, на осень она вядает, пропадает, за зиму она немножко перепревает, перегнивает и получается эдакий органический природный компост. Вот этот компост мы и ложим наверх, то есть под ноги этому нашему виноградному саженцу и потом обсыпаем. Но перед этим сразу нужно налить воды, залить, подождать, пока вода все усядется. Из этих рыхлых комочков земли уйдет весь воздух вверх и земля вся сядет в грунт. А тогда только будем сажать. Проливаем водой и залеем. Поскольку земля рыхлая, вода относительно уйдет быстро. Итак, вот у меня велес. Я прорастил корешки неплохие, мощные. Ну, сами вы понимаете, значит, что и сорт довольно-таки сильно рослый. Так, значит, выбираем место, где нет корней и режем так, чтобы не нарушить корни. Земляной ком нам тоже желательно не нарушать. Смотрите, очень аккуратно, чтобы не пораниться. Если в одной из сторон получилось так, что резать некуда, а резать надо, значит, можно оборвать полиэтиленовую бутылку. Вот корешки, они очень нежные, а сети их нужно не повредить. Корешки хорошие. Вот они тоненькие сосущие корешочки, те, которые питают и влагой куст, и микроэлементами, питательными веществами, которые нужны для куста. И вставляем в эту жижу. Смотрим направление будущих рукавов. Как вам удобно, смотрите, я буду делать вот так. Поскольку у меня близко к шпалере, то я буду загибать, чтобы у меня было впоследствии хороший запас древесины. В общем, вот так вот. Повторяю еще раз, это совет, и не только совет, не истина для всех других виноградарей, которые живут в разных областях, в разных даже странах, я сажаю неглубоко. Поскольку, я уже, как говорил, у нас зимы мягкие, это раз. Во-вторых, в любом случае, я буду голову куста укрывать, это где-то с винипетров 30-40 еще земли. Среднее промерзание грунта у нас где-то до 45 сантиметров земли. Ну, а еще учитывая, что это будет обматываться спонбондом и укрываться у меня традиционно шалашиком, то есть все условия для комфортной перезимовки будут у этого сорта. Ну и дальше, ну и дальше, как говорится, по тексту укрываем землей, чтобы земля не трескалась. Хочу вам напомнить один такой, как для меня уже, само собой разумеющийся факт, но если вы начинающий садовод, я думаю, они всегда будут, начинающие садоводы, это хорошо. Нужно как можно ниже оставлять вот эти вот будущие рукава, побеги к земле, чтобы их можно было удобно накрывать, чтобы они ложились как раз к земле вдоль. если кто-то укрывает землей, я уже давно не укрываю землей, поскольку у меня уже около плюс-минус 60 кустов, сами понимаете, в моем возрасте, ну а мне сейчас немножко больше 18 кустов, как и всем вам, вот, уже тяжеловато немножко укрывать землей, следовательно, я укрываю, обманываю спонбондом и укрываю с ихим укрытием, то есть шалашик. Ну, в принципе, водой я полил, землей я укрыл, теперь, если у вас будет пылящее солнце, естественно, обязательно нужно будет замульчировать скошенной травой или же бумагой, газетой, пырсой, чем у вас, чем можно, чем, что у вас есть под рукой. И, естественно, нужно будет от палящих лучей солнца притянить. Если у вас солнце, как у меня, вот оттуда, вот, то я вот сюда ставлю такую, как, скажем, я ее в шутку называю паранжой, вот такую вот завесу из гардины, из тюли, чтобы была такая ажурная тень, чтобы не пекло на молодые листья, которые ни разу в жизни не видели воочию открытого солнца, только через стекло. Ну, и это будет такое притянение недельки на 3-4, и тогда можно будет снять опять же таки, если путь сильно рослый, как вот этот вот велес, то где-то, где-то недельки на 2, то есть гардины нужно будет повыше, до первой проволоки, поскольку коз попрет. Ну, а потом какие-то листья отпадут, какие-то нарастут, ну, процесс, в принципе, пойдет, и за этот год вам нужно будет сформировать всего лишь два рукава, вот как здесь, нужно и холить, и лелеять, чтобы, не дай бог, никто не зацепил, не обломал, и уже через год, на следующий год у вас будет возможность попробовать сигнальную грозь, одну или две, максимум, в зависимости от особенностей, или характерных особенностей сорта, или гибридной формы. Ну, а я на этом с вами прощаюсь, желаю вам хорошего урожая, поменьше болельщик на ваших садах и огородах, вот, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, всем пока!